приветствую вас друзья на канале каменный успех дома из камня почему я рекомендую строить дом подпорные стены или просто заборы по маякам во первых это ускоряет многие скажут сколько на это нужно время чтобы выставить маяк а ты знаешь сколько стоит профиль я вам скажу другое даже то время которое вы затрачиваете чтобы выставить маяк она себя окупает и даже эти деньги которые вы затрачиваете на маяки железные все это окупает себя потому что это приносит скорость поймите что то что мы сделали первый этаж за две недели я сомневаюсь что из маяков вы успели бы сделать за две недели этот дом я основном знали люди растягивают на два три месяца полгода это потом разные предоставляют проблемы то есть что у них там тоники это не клеится и это затягивается непонятно на две недели поэтому я рекомендую и вам учиться работать по маякам не подпорная там какие-нибудь линия не с другой стороны именно моя но как ты натянута нет то как у тебя стоит маяк так я будет стоять и на преимущество маяков что если у меня нету дверных откосов так вот здесь и они пришли буквально три-четыре дня позже если вы натянете нитку по камням то есть и многие мастера стараются как делать куда-нибудь он находит животик камни он выставляет этот камень и потом же сразу же допускает ошибку какую он ставит нитку поверх там где там где именно есть уклончик или то есть поверх их камня а это уже ошибочка это уже играет ваша стена маяков очень много преимуществ потому что маяки они определяют ровность забора и уже даже мастер который ставит камень угловой он уже не сможет увильнуть не влево не вправо не наружу потому что у него есть маяк по маяку делает единственное что ему нужно научиться правильно работать с маяками здесь нет большой сложности здесь нет не нужно большого ума здесь очень просто поставил камень чтобы было перевязочка было все четко и все и они почему именно железные маяки во первых железные маяки их не поведет во время солнца во время дождя когда дождь солнце перепады температуры и вот так если вы посмотрите на вот это кадроне я купил есть вот такие брюки они все практически отрывы я купил для других целей скажем так я поставлю как маяк буквально не пройдет вот у нас сейчас затянулся второй этаж все он не держит он уже он уже никуда не годится потому что его ведет его крутит на солнце причем когда он все сырой да другое дело если сухое дерево хорошо высушено это другое дело другой разговор что касается самих греков они делают тоже многие ставлю маяки но из дерева но из дерева чтобы поставить маяк я еще и как обычно затягивается работа и маяк ведет то есть для того чтобы маяк не вело нужно ставить металлический перейдем к следующему уровню кто как мы выставляем маяки вы посмотрите практически это быстро происходит но их слишком много хорошо даже если вы затратили день 2 все равно это окупается потому что вы делаете каком подпорные стены и стены очень быстро очень быстро вы можете гнать свою работу у нас уже здесь разметка была сделана поэтому нам только нужно найти прижние отверстия третий гвоздик еще один угол будет но мы его не выставили не вымеряем просто приблизительно сделанный там я все вымерял поэтому здесь я могу быть спокоен сейчас мы начнем 2 старт с ростом а уже на сверли поджигашубин насырил вот он ну дай щетку я держу я по той линии вот она осталась держи я он 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 еще он он Переходим наверх, кто уехал, как она уедет, так поехали Дальше, вверх Смотри, Антон, я когда что-то прихватываю, ты не дергай, не надо выставлять, вот сейчас не надо выставлять ничего, хорошо? Вот сейчас не надо ничего, смотри, вот там ты просто держишь профиль и все Сейчас выставляй Все нормально? Да Путишь сейчас ровно? Да Лежи, лежи А ну сейчас Ну что там? Многие скажут, да я так выставлю, да любой человек может выставить Если он один работает, конечно, он может себе потихоньку выставлять и идти, но если это целая организация, если это целая бригада и нужно распределить работы так, чтобы были во всех работы и так, чтобы потом не собирать разные косяки А косяков всегда на любой стройке полно и даже я у себя на корабле могу найти эти косяки, поэтому необходимы маяки Давай еще раз посмотрим здесь Здесь нормально вообще Тем временем посмотрим, что у нас творится на объекте На объекте На объекте Мастера работают Все заняты своим делом Своим, 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 своим Так, что у нас еще здесь Что у нас еще здесь Что у нас еще здесь Гриф не использует сварку Но на немножко другой специфике И поэтому по другому думаем Я думаю, что сварку необходимо использовать Еще Характеристики я хочу рассказать о том, что Смотрите, буквально на два сантиметра мы Поставили наш профиль наружу Экшу То есть это поможет нам в чем Там можно будет сделать штукатурку Сверху И не будет сильно больших перепадов Так же само сделали мы И на этой стороне У нас тоже будет штукатурка Вот так если посмотреть И видно два сантиметра экшу наружу Так же само здесь внизу Если посмотреть Тоже есть наружу Это все делается умышленно Смотрите, видите Умышленно для того, чтобы поставить То есть сделать штукатурку И в заключение Что можно сказать После того, как мы выставили эти все маяки Мы выложили вот эти камни Теперь обратите внимание Как получаются на самом деле Колоны по маякам Вот они, колоны Вы были свидетелями, что мы выставляли здесь маяки В заключение скажу Стройте из камня Заходите к нам на сайт Ставьте лайки В своих комментариях Можете советовать Можете сюда подсказывать Вот На самом деле Очень много Грамотных людей смотрит Именно те, которые знают Толк, дело камня Я в этом уверен Потому что То, что мы производим То, что мои мастера делают Такие же мастера Могут нас и смотреть И они смотрят И иногда даже звонят Но Даже просто Человек, так сказать С мозгами Он может Понимать То, что мы делаем Он может знать Теоретически Он может знать Вот Поэтому Можете рассказывать Свои как бы детали Свои планы Просто Советовать нам Так 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 Так